армянская сказка ремесло дороже золота жил некогда богатый царь он часто тайком от назиров и визиров одевался в рубище нищего и ходил странствовать по городам и селам послушать что о нем говорит народ как-то раз в одном селе царь встретил девушку такую красивую что кто не увидел ее говорил не пить не есть на нее смотреть царь вернулся к себе во дворец и сказал своим назиром и визиром в такой-то деревне живет прекрасная девушка пойдите к ней и скажите что царь хочет на ней жениться назиры и визиры отправились в ту деревню нашли дом девушки и тоже восхитились ее красотой сказали они отцу и матери девушки что царь очарован их дочерью и хочет на ней жениться отец девушки был бедный крестьянин не поверил он что царю достоин его дочь такой чести но люди царя убедили его и тогда он сказал мы слуги царя как он прикажет так и будет и обратился к дочери дочь моя царь послал своих назиров визиров свататься на тебя что им ответить девушка спросила а какое у царя ремесло что ты дочь моя ума лишилась какой у царя может быть ремесло он владеет миром что захочет сделает а мы все его слуги нет мой муж должен владеть каким-нибудь ремеслом иначе я за него замуж не пойду пошли назиры и визиры передали царю ответ девушки удивился царь но ничего не поделаешь ради девушки решил выучиться ремесло выбрал он самое легкое ремесло стал учиться ткать ковры овладев этим ремеслом царь соткал для своей невесты красивый ковер и послал ей в подарок девушке понравился ковер распрощалась она с отцом и матерью и с назирами и визирами отправилась в царский дворец царь семь дней и семь ночей свадьбу справлял поженились они и стали жить в почестях и славе прошел не то год не то два и снова царь в одежде нищего стал обходить свои города и села решив узнать что они им говорит нарет вот раз во время одного из таких странствий царь попал в руки разбойников которые узнав о его ремесле не убили его а продали богатому купцу купец запер царя в темную коморку дал ему шерсти чтобы он ее растрепал и соткал ковер царь соткал ковер да такой красивый подобно которому не было во всем мире увидев этот ковер жена купца сказала мужу пусть он вытекет большой ковер отнесешь его в подарок царю а он навозь долгу не останется купец пошел в коморку ткачу и сказал ему хочу сделать царю подарок вытки ковер да только смотри чтобы в целом свете такого не было и чтобы он величиной в царский зал не на волос не больше и не меньше не снести тебе головы если не выполнишь моих условий царь услышав это очень обрадовался а длину и ширину своего зала он хорошо знал и соткал вон такой ковер какой требовал хозяин а в углу ковра выткал буквы так чтобы только одна царица могла прочитать что попала на беду и прочит освободить его купец остался доволен работой и понес ковер в царский дворец назиры и визиры дали знать царицы о принесенном подарке царица расцелила ковер увидела что ни на волос не больше не меньше комнаты удивилась очень осмотрела весь ковер и в одном оглу увидала буквы прочитав надписи узнав что случилось ее мужем царица побледнела цари прежде ходил по стране недели месяцы и годы но никогда ему и в голову не приходило что может его постигнуть такая участь царица тотчас повелела привезти того кто соткал этот ковер целым и невредимым во дворец назиры и визилы отправились купцом к нему домой зашли в темную коморку но царь очень изменился и они его не узнали ткача повели в баню искупали нарядили в новые одежды и отвели в царский дворец а купец наставлял его как вести себя во дворце как стоять и кланяться когда царь вошел в палату царица тотчас же бросилась к нему обнялись они поцеловались правду говорят на жена сказал царь что ремесло дороже золота добро здесь а зло у врага